Таисия Григорьевна Фомина Иларион Васильевич Фомин мне родным дедушкой был, и батюшка был мне дедушкой. Дед Иларион остался вдовцом 47 лет. Остались дети 4-7 лет и постарше. Дочь его Мария, моя крестная, 19 лет ей было тогда, всю ношу на себя приняла, всех детей подняла и дедушке помогла выжить. Наша семья приехала в Караганду 1 августа 1955 года по благословению батюшке. Мы поселились на мельком бинате. Дедушка Иларион был мирским человеком, но глубоко верующим. Он всегда молился, духовные книги читал. С молодых лет он никогда не брился до самой смерти. И батюшку он очень чтил. Они никогда не были недружелюбны. Я постоянно при дедушке была. Когда он умер, батюшка его отпевал. У батюшки была духовная мудрость, любовь к сиротам, вдовам, всегда старался помочь им хоть куском хлеба. Но иногда батюшка был очень строгим. Я хоть и родственница была, но перед батюшкой я испытывала какой-то страх. Свободно, развязанно я вести себя при нем не могла. Как-то, когда батюшка был уже слабым, я провожала его с улицы в келью. Когда зашли в келью, рядом не оказалось келейницы, чтобы помочь ему раздеться. И я решила, сейчас я сама помогу батюшке. Он поворачивается и говорит, «А ты что думаешь, я сам себя обслужить не могу?» Я как стояла, так и осталась. А он сам раздевается, одежду вешает. «Я еще сам», — говорит, «людем помогаю». Так он поставил меня на свое место. В Михайловку к батюшке приезжало очень много людей, и сестры всех принимали и обслуживали. Я сначала считала это задолжное, пока не поняла, как чужие люди иногда обременяют, как трудно все это вытерпеть, всю их немощь нести и за ними ухаживать. Странно, приимству всех сестер надо отдать должное. Они духовные были и жили по-духовному. Когда батюшка умер, владыка Иосиф не приехал на погребение, но здесь мудрость была. Приехал владыка Петерим, и владыка Иосиф об этом знал. Владыка Петерим был духовным чадом батюшки, и к тому же он был благословлен патриархом совершить погребение. Владыка Петерим был епископом, а владыка Иосиф — архиепископом. И чтобы не создавать ситуации, владыка Иосиф не приехал. После смерти батюшки немирствия между нами не было. Если и были какие конфликты, то это мелочи. Господь нас хранит. И чтобы батюшку не слушались его чадо, это было, есть и будет. Это уж мы, человеки, такие. Нам хорошо, когда по нам говорят, а когда против нас, это нам не нравится. Ну, мы потом прощения просили.